шалом как мы выяснили в предыдущей программе первые апостолы мессии и шо представляли себе погружение в святой дух или крещение святым духом как духовный опыт который как правило следует за погружением в воду и обусловлен им это видно как минимум из трех мест книги деяний апостолов во первых во второй главе где кефа впервые проповедует в иерусалиме о мессии и шо воскресшем из мертвых и говорит своей аудитории такие слова покайтесь то есть раскатись свои грехах и да будет каждый из вас погружен в воду или крещен во имя мессии еще для прощения грехов и получите дар святого духа три шага второе место в восьмой главе где апостолы посылают в шамрон самарию кефу и йоханана для того чтобы те помолились о недавно уверовавших в мессии шо тамошних жителях те люди уверовали они приняли погружение в воде но они еще не приняли святого духа и вот именно для молитвы о принятии за принятие святого духа посланы из иерусалима в шамрон кефа и йоханан и третье место в девятнадцатой главе книги деяния апостолов где раф шауль приходит в город эфес и там встречает нескольких учеников которые даже они только не приняли погружение святой дух но они говорят что они даже не слышали о том что есть вообще такой святой дух и это побуждает шауля задать им вопрос а в каком случае в таком случае а если вы даже не слышали о святом духе какого рода твилу то есть погружение в воду вы приняли а узнав что они еще не даже были погружены в воду во имя еще он рассказывает им о разнице между крестением крещением или служением прежде всего йоханана погружавшего воду предшественника еще его двоюродного брата и служением самого еще и дальше а он погружает их воду во имя еще возлагает на них руки молится и на этих людей сходит святой дух еще одно очень интересное место на ту же самую тему есть десятый главе книги деяний где кефа приходит в дом римского военачальника корнилия а интересно это место прежде всего тем что это первое в истории проповедь о миссии шо неевреем римлянам в данном случае но а принятие духа здесь как раз таки происходит что очень необычно во время этой проповеди прямо во время проповеди не после нее они в результате специальной молитвы за это и это вызывает конечно немалое удивление спутников кефы некоторых а сам он говорит так разве можно запретить этим людям принять водное погружение ведь они получили святого духа руаха кодыш как и мы и он велел чтобы они приняли погружение во имя миссии и шо кефа не раскладывать нам здесь свою логику по полочкам поэтому нам приходится ее додумывать а самостоятельно если правильно я понимаю это она выглядит примерно так а принятие духа это шаг номер два обычно следующий за первым шагом водным погружением которые человек принимает уверовав в еще в данном случае бог даровал этим людям своего духа не дожидаясь а пока мы совершим над ними обряд водного погружения и помолимся за них что судя по предыдущим местам было стандартной практикой и поскольку в данном случае сам бог проявил такую неожиданную инициативу и опередил нас так сказать а то нам придется соответственно догонять его то есть совершить над этими людьми обряд погружения в воду и тем самым принять их как полноправных членов а миссианской общины безо всяких вопросов об их евреисти если сам бог даровал им святого духа то то есть что однозначно свидетельствует об их очищение то кто такие мы чтобы не принять их вообще не вот примерно такая логика насколько я понимаю руководила от действиями апостола кефы и она согласовывается очень хорошо по моему с тремя предыдущими с тремя другими местами в книге деяний апостолов однако откуда она откуда такая логика почему апостолы верили что святой дух обычно сходит после водного погружения самое простое объяснение в том что именно такую последовательность событий мы видим в жизни самого еще на которого дух сошел в виде голубя непосредственно после того как он принял водное погружение от своего двоюродного брата йоханана русской синодальной библии он называется иоанном крестителе все одно объяснение заключается в словах самого йоханана а он говорит я кричу вас в воде в покаянии но он то есть ешуа который придет позже будет крестить вас духом святым и огнем другими словами в начале очищение от греха затем дарование духа и учитывая что духа которым идет речь это святой дух все вполне понятно святой дух не поселится вне святом храме то есть в человека который не очищен от греха предварительно следующий вопрос связанный с дарованием духа это вопрос о иных языках всегда ли в ранее мессианское общение дарование духа сопровождалось говорением на иных языках однозначно этого утверждать по моему нельзя по двум причинам а во первых текст книги деяний апостолов не дает нам для этого оснований конечно языки были в иерусалиме во время сошедствия духа на апостолов и поэтому услышав их в кейсарии в доме корнилия они пони они апостолы то есть поняли что дух сошел и на язычников однако описание схождения духа в самаре и в шамроне она не упоминает никаких сопутствующих проявлений это не значит что их не было а но мы также и не можем утверждать что они были просто потому что наш текст об этом ничего не говорит во вторых нужно учесть что говорит о языках шауль в первом послании каримское общение в 12 главе он подробно пишет о действии различных даров духовных то есть харизм и кроме всего прочего он говорит следующее все ли апостолы все ли пророки все ли учителя все ли чудотворцы все ли имеют дары исцелений все ли говорят языками все ли истолкователи контекст а главы указывает на то что на все эти вопросы ответ подразумевается отрицательный то есть они как бы риторические другими словами точно так же как не все верующие апостолы так и не все говорят языками и не все имеют дары исцелений ну собственно на то есть тело мессии состоящие из различных органов каждый со своей функцией для того чтобы мы могли вместе друг друга дополнять а не дублировать и не соревноваться друг с другом конечно такое понимание идет в разрез классической пятидесятнической доктриной о том что говорение на иных языках является железным свидетельством или признаком крещения святым духом но что с того нам мессианским евреям не привыкать к тому что наше чтение писания идет в разрез с той или иной традиции хоть еврейской хоть христианской я предпочитаю отталкиваться прежде всего от танах и нового завета а там мы видим следующее говоря об излиянии духа который бог совершит так называемое последнее время юэль в русской библии это и оиль он пишет что в своей конечно же книги пророческой книги пророка и оиля а он пишет что в результате этого излияния люди будут пророчествовать а также видеть видение и получать водительство через сны я не думаю что эти три вещи то есть пророчество видение и сны это какой-то исчерпывающий список проявлений духа характерный характер проявлений духа характерных для последнего времени языков этом списке кстати нет но это не значит что их и не может быть мы в конце концов прекрасно знаем что в новом завете они есть однако все таки интересно то что первым в этом списке духовных проявлений вызванных излиянием духа и он называет пророчество а кефа цитируя юэля в своей проповеди и иерусалиме тот самый знаменательный день праздника живот упоминает пророчество дважды а это указывает на этот текст а также другой указывает на то что погружение в дух или крещение в духе дает человеку способность пророчествовать но с этим словом нужно быть очень осторожным потому что понятие пророчества я еще не определил в нашей сегодняшней программе с одной стороны а с другой стороны сегодня представлений о пророках и о пророчествах пруд пруди что имеет в виду ель и кефа говоря о пророчестве этим словом очень часто в принципе называют предсказание о будущем или может быть из обличения каких-то тайных грехов например как пророк илиша то есть елисей обличил своего алчного слугу во лжи и корыстолюбии о которых он никаким естественным способом узнать не мог это было открыто ему богом сверх естественно однако по моему пророчество это в принципе гораздо более широкое понятие в общем самом смысле этого слова это речь вдохновленная богом причем не обязательно о будущем а если учесть что видение и сон это прежде всего образы то в еще более широком смысле слова это пророчество это восприятие информации непосредственно от бога и видящие видение или сны получают эту информацию пророчество не пророчествующие не только ее получают но и передают то есть они говорят они пророчествуют они оглашают то что они приняли речь на ином языке то есть на языке которого сам говорящий не понимает этот передача информации не пропущенной через разум самого говорящего но в любом случае человека которым здесь говорится он принимает слово божье теперь до сих пор мы говорили о святом духе и о погружении в дух святой исключительно в связи с тем что описано в новом завете то есть применить на крайне мессианской общине мы просто читали священное писание пытались понять что же там собственно происходило у этих верующих а и почему это происходило а теперь а я хотел бы перейти к сегодняшним реалиям актуально ли все вот это сегодня то есть погружение в святой дух дар иных языков и пророчества и так далее или же это только дела давно минувших дней предание старины глубокой если выражаться словами русского поэта александра сергеевича пушкина а самое главное кто и как может установить что опыт сегодняшних верующих в ешуа является истинным то есть действительно соответствует тому о чем мы читаем в новом завете или же напротив кто может доказать что он ложный в чем нередко обвиняют а сегодня пятидесятников и харизматов связи с этим вопросом не вспоминается одно большое собрание под руководством известного россии пятидесятнического епископа на который он однажды пригласил православного священника когда батюшке было предоставлено слово а он начал свою речь с таким образом он сказал аллилуйя дорогие братья и сестры я так рад быть с вами сегодня я тоже верю в говорение на иных языках народ взяли от этих слов пришел в полный восторг и дальше батюшка рассказал историю из своей жизни о том как он был однажды в миссионерской поездки в индии в составе православной миссионерской делегации и а там однажды а он проповедовал индийцам благую весть о мессии и шо прямо на улице причем делал он это не через переводчика а а сам хотя местного языка он не знал как это можете вы спросить а вот так рассказывает батюшка помолился я открыл рот и заговорил что-то сам не понимая что говорю но индейцы которые меня слушали слушали меня очень внимательно поняли было видно по их лицам и даже обрадовались тому что услышали публика конечно в зале от этой истории пришла в еще больший восторг долго батюшки аплодировала потому что решила что он на самом деле в доску свой пятидесятник или харизмат только рядится в православные в православном четыряс у него и все как полагает а вообще на самом деле он такой тайный пятидесятник православной среде и конечно же а такое впечатление людей от этого батюшки было обманчивым это было большое заблуждение если учесть что сегодняшние пятидесятники харизматы ведут свою миссионерскую работу зарубежную через переводчиков и конечно же тоже учат язык той страны в которой работают то есть они действуют вполне естественным путем в этих ситуациях а сверхъестественный дар говорение на иных языках используют в основном в молитве и песнопении богу свои истории хитрый батюшка хотел показать кто же тут в самом-то деле может похвастаться истинно новозаветным духовным опытом он православный или харизматы и пятидесятники но присутствующие в зале этого намека не поняли разве что за исключением епископ почему не поняли а просто потому что а настолько привыкли отождествлять свой собственный опыт свои собственные языки с языками из второй главы деяний апостолов не особо вникая в различие между этими проявлениями и так что представляет собой сегодняшний опыт духовный опыт людей которые утверждают что говорят на иных языках и переживают прочие чудеса и знамения подобные описанным в новом завете об этом нашей следующей программе спасибо шалом миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok